Вы имеете огромный опыт проведения аукционов. Вообще, какую ставку делаете, какой-то прогноз, и как вы думаете, насколько это актуально сегодня? Я думаю, что благотворительные мероприятия, они всегда актуальны, поскольку здесь даже не может быть и речи о том, чтобы... Сейчас, секунду. Ой, это очень важные гости мои. Да, Юлечка. Безусловно, всегда такие мероприятия были и будут актуальны, поскольку действительно мы очень много помогаем самым различным благотворительным фондам. И, конечно, когда Оксана сказала, что ей нужна моя помощь в данном мероприятии, конечно же, сразу же, как так же, как, наверное, и Андрей Малахов, мы сразу же откликнулись, узнав, что сгорел детский приют, и очень много детишек осталось просто без крыши над головой. И сгорели все игрушки, сгорели все, чем они занимались, площадка, сгорели цех, где они рукоделием занимались. Это страшно, это большая трагедия, и тем более, когда у нас есть возможность пригласить наших знакомых, наших друзей, которые, в общем-то, люди все очень адекватные и обеспеченные, они могут хоть как-то помочь. И самое в этой ситуации, в общем-то, приятное, что откликнулись очень много компаний, достаточно быстро, да, оперативно. И у нас собралось большое количество лотов. У нас есть уникальная коллекция топазов, которая оценена торговым аукционным домом Содби. Также есть потрясающая коллекция ювелирных изделий, потрясающие картины и много всего очень интересного. Будет сначала небольшой концерт, будет танцевать Анастасия Волочкова, петь оперные потрясающие дивы, а также будет выступать виртуозы Москвы. И мне кажется, что это будет добрая, красивая традиция, где мы сможем каждый год помогать какому-то детскому дому, какому-то детскому приюту. Естественно, наш основной девиз – это собрать больше, как можно больше средств. Но, по крайней мере, еще одна из целей – это сделать это мероприятие интересным, чтобы люди, которые приходили, не просто видели, что они тратят деньги, они знали, на что эти деньги потрачены, как мы помогли, например, тому или иному дому, потому что мы хотим делать эти отчеты. Но и, что самое главное, получили удовольствие от общения и от потрясающего концерта. Много ли денег нужно собрать? Есть какая-то определенная планка, может быть? Я думаю, что минимальная планка – это, наверное, 200 тысяч долларов. Оно максимальное, я надеюсь, что это будет в районе 300. Я, конечно, да, Наташи Водяновой далеко, но мы берем с нее примеры. И я вот сейчас ей лечу от 6-го числа, у нее будет во Франции, в Париже, в доме Валентина, в его замке потрясающий аукцион, 250 человек будет прилетать, только суперзвезды и очень богатые и состоятельные люди. И я надеюсь, что это еще будет для меня какой-то опыт, потому что, конечно, к следующему аукциону мы будем готовиться еще больше, тратить еще больше своих сил. Но сейчас у нас экстренная ситуация, нам нужно срочно помочь детскому приюту, и мы надеемся, что у нас сегодня это получится. Получается, что в аукционе будут участвовать всевозможные представители, такие состоятельные люди, но вряд ли наши артисты смогут. А мы артистов и не приглашали никого, то есть у нас не будет никаких артистов, никакого гламурного, гламурной такой прослойки, у нас будут только бизнесмены и те люди, которые, как нам кажется, могут сегодня получить, так сказать, удовольствие от общения и все-таки самое главное сделать свой вклад в наш фонд. Стив, можно пару вопросов не касаемо мероприятия? Нет, я просто минус встречать людей. Похоток. Скажите, какой у вас опыт участия в благотворительных аукционах? И сегодня вы в качестве гостя или участника? Лето участвовал немножко. Вклад важен в сумме или все-таки в каком-то просто присутствии, на ваш взгляд? Нет, в сумме. В сумме. Сколько, как вы думаете, студентов берут? Не знаю. Я первый раз на таком мероприятии и, наверное, последний. Почему? Ну, я не люблю ходить на такие мероприятия. Считаю, что это нужно делать тихо, незаметно и без пиара. Ну, как вообще считаете, люди, которые отдают свои деньги в благотворительность, это все-таки больше стоявшиеся какие-то бизнесмены? А состояние ли наши артисты, на ваш взгляд, уже платить или еще пока рано? В состоянии все, смотря сколько. Для кого-то 5 тысяч долларов, как миллион, а для кого-то и миллион, как 100 долларов. Ну, у вас есть какая-то сумма, которую вы, ну, самая большая, какую вы отдали на благотворительность? Самая большая, какую я отдал, конечно, есть, но я не буду говорить, какая это сумма. Это ни к чему. Обычно вы тратите деньги на благотворительность, это детские дома или что? Я редко это делаю, и, как правило, я делаю это из рук в руки. А сегодня вы здесь оказались почему? Позвали вас, пригласили друзья? Простила Оксана, я дружу с этим человеком, приятный очень человек. Мы общаемся, поэтому я здесь. Спасибо. Можно еще такое, два вопроса. Вообще интернет в вашей жизни занимает большое значение? Не очень. Моей нет, не очень. Наверное, у моих помощников очень важная такая стезя. То есть вы не активный пользователь интернет? Нет, не очень. Как вы считаете, нужно ли звездам выносить свою жизнь в интернет? То, что активно происходит в титере, в социальной сети? Не знаю. Я плохо в этом понимаю. Вам это объяснило? А мне зачем? А вообще о каких звездах и говорите-то? А, извините, я как бы не знаю. Наверное, кому-то нужно. Мне, например, не очень это нужно. Ну, наверное, это дань времени, дань моде. Какой-то там, я не знаю. Еще пару вопросов для спецпроекта. Вы конфликтный человек? Как вы считаете? Не знаю. Не могу сказать. Пускай об этом говорят другие люди. Ну, что для вас ссора вообще? Это что? За чего может случиться ссора? А вы как думаете? Не понимаете. А, не понимаете. Ну, не понимаете. Хорошо. Так и запишем. Спасибо. Нет, что ли. Благослов. Благослов. 40 минут. 40 минут. Вы сегодня как ведущий вечера. Я сегодня как ведущий вечера и как друг Оксаны Федоровой и Яны Рудковской. Что самое главное для вас в таких мероприятиях? Может, какой-то особенный тон, там, тембр голоса как-то сохранять, какой-то взгляд? Мне кажется, девочки меня позвали, потому что у меня был опыт сбора средств на других мероприятиях, и поэтому главное... Вы долго собрали? Да, поэтому я думаю, что они пригласили меня в надежде, что я воплощу мечту в жизнь. Ну, как вы думаете, сколько сегодня соберут? Есть какой-то прогноз, минимальный хотя бы? Ну, вы знаете, очень сложно делать прогнозы, потому что нужно видеть публику, ощущать зал и посмотреть тот народ, который собирается. Ну, вы же знаете, кто придет, наверное, уже. Ну, вы знаете, до конца не знаю. Органинаторы все держат в секрете, поэтому все очень, да. Ну, а лично вы как считаете, вот кто сегодня в России готов отдавать деньги на благотворительность? Это бизнес-плены, политики, может быть, звезды эстрады? Вы знаете, мне кажется, что сейчас даже простые люди готовы давать деньги на благотворительность, если они уверены, что эти деньги дойдут, потому что сейчас большая проблема среди всех этих фондов, что доходят ли деньги до адресата. А как проверить? Ну, к сожалению, в наших условиях очень сложно. В наших условиях можно только верить людям, с кем ты имеешь дело. Поэтому, вот если вы верите Оксане Федоровой, тогда вот имейте дело с ней. А верите Чулпан Хаматовой, имейте дело с ней. Верите Лене Севера, имейте дело с ней. Поэтому, опять же, нужно доверие к имени, к человеку, как ты знаешь, и к личному. То есть это завязано все на личный эффект, так скажем, да? Конечно, конечно. Хотя, конечно, там, на Западе существуют большие фонды, они обезличены, но они, там, долгими годами зарекомендовали себя, как фонды, которые помогают. Поэтому нам предстоит еще пройти путь к этому. Благодарительность детских домам, это понятно. Есть ли какой-то аспект, который скоро внедрится, может быть, в России, мы будем помогать не только детским домам, может быть, мы начнем помогать, ну, не знаю, там, травмпарку, еще что-нибудь, но тем, кто нуждается в каких-то деньгах? Ну, нет, ну, когда в стране такое количество детских домов и брошенных детей, а дети – это будущее поколение, то, конечно, мне кажется, что спасать нужно именно его, вот так вот это сделано. Спасибо. Пару вопросов, вот, не касаемо этого. Интернет для вас, насколько значимая штука и нужен ли он вам? Никак не значим. Проверяю почту раз в три дня и с большим скепсисом, иронией и недоумением отношусь к тем, кто пишет, что они зарегистрировались в таком-то кафе, мы тут-то, мы там-то, мы съели это. Мне кажется, этим людям не хватает публичности и не хватает внимания. Ну, вот как раз вопрос, нужно ли звездам выносить свою жизнь в интернет? Ну, звездам, которые считают, что средства массовой информации мало следят за их жизнью, их директора плохо сливают информацию о том, что они делают и где они сейчас в желтой прессе, то те должны, конечно, безусловно, зарегистрироваться и сообщать, что я сижу в этом кафе, сфотографируйте меня скорее. Три высказательных знака смайли. Благотворительность и вы, насколько это совместимые две вещи, и как часто вы вообще принимаете участие, почему вы сегодня здесь? Значит, благотворительность, это, когда человек совершает, это, значит, получает сразу большие плюсы у Бога, потому что в религии написано, в православии, значит, нужно помочь, то есть мы должны обязательно, каждый из нас по минимуму, если не сможем по максимуму, должны помочь людям, потому что есть очень интересная поговорка, она из восточного, я перевожу, говорит, если ты сможешь уже обсосать свой палец, это значит, чуть-чуть у тебя есть уже средства, ты вырос, ты должен другим тоже даться, это же палец свой, чтобы все смогли получить. Поэтому я сегодня нахожусь здесь, во-первых, наше отношение, которое, очень хорошее отношение с Оксаной, приглашала, и я с удовольствием пришел, уже этим я занимаюсь довольно долго, просто неважно выйти перед прессой, стоять и сказать, говорить, что вот видите, я здесь, я занимаюсь благотворительностью, как написано, если правая рука что-то отдала, сделала, левая об этом не должна знать. Люди иногда боятся, говорят, я что смогу помочь, я такой сам маленький человек. Нет, ты маленький человек, сделай маленькая, то есть благотворительность, чем больше вырастешь, чем больше надо сделать. Поэтому это святое, по-настоящему. То есть даже если ты отдаешь 100 рублей, которые у тебя лежат в кармане, это уже благотворительность? Смотри, вы знаете, скорее всего, многие знают, что написано, та женщина, которая у храма пришла, открыла, отойдем в сторону. Женщина, которая пришла, значит, открыла портмонео, скажем, тогда не было, 2000 лет назад, и взяла два динара, которые у нее были, и клала туда. Через пять минут подошел очень богатый человек, взял и 500 своих клал, когда Христос спросил, сказал, говорит, а как вы думаете, пожертвования вот этой женщины больше приняты у Бога, или того богатого, который дал 500? Разумеется, тупые люди, сразу они реагируют, что, конечно, 500, а Богу он сказал, деньги не нужны. Пожертвования не по количествам, понимаете? Разумеется, что ее пожертвования, они приняты у Бога, а его нет, потому что она дала то, что у нее есть максимум, последние копейки отдала. А тот, у него 500 тысяч еще лежат там, он отдал эти 500. Поэтому разумно надо обсуждать, и когда делаете что-то, делайте самое главное от души, значит, расстояние между ваших рук и карманом не должно быть 70 честней поездом, чтобы потихонечку туда. Надо почаще идти туда, я часто останавливаю машину, значит, я вижу, и кто рядом со мной сидит. Выхожу, если увижу бабушку, которая, видно по лицу, что она нуждается, а в России, к сожалению, их хватает очень много, которые мы должны всегда чем-то помочь, пожертвовать. Старикам, больным, детям, алкоголикам, которые на улице лежат, не работают, молодые, я бы не помог, потому что их наглость это уже не в мой адрес, в адрес себе, а и Бога, Создателя. Зачем так сделать? Поэтому всегда нужна помощь, помогите, ради Бога, помогите. Не забывайте, что сегодня, если кому-то нужна помощь, завтра нам, может, нужна будет помощь, не найдем никого, чтобы пришел и помог, на самом деле. Благотворительность, это доброе дело, это дело Бога, понимаете, для Бога это делается. Пару вопросов, еще не касаемо мероприятия. Вы, как насчет, как активно пользуетесь интернетом, и вообще, нужен ли вам интернет? Сегодня 21 век, как мы можем жить без интернета? Интернет, это уже необходимо ежедневно проверять свои имейлы, информацию получить и следить за новостями. У меня вот iPad, который сейчас есть, это моя правая рука, как будто, потому что я оттуда получаю ежедневную информацию от друзей и от новостейных каналов, любой канал. Захожу туда, я смотрю новости. Поэтому я считаю, конечно, жалко, что в свое время, когда я учился, не так сильно обратил внимание, мог бы расти гораздо больше. Но все равно, делай то, что для меня нужно, на самом деле. Нужно ли звездам выкладывать свою жизнь в интернет? Интернет параллельно идет нашей жизни. Естественно, мы должны, мы определенные средства, то есть информации, мы должны выложить туда, чтобы народ читал. Мой веб-сайт, почему я сделал свой веб-сайт? Почему я потратил силу и средства сделать этот самый красивый веб-сайт? Я старался. Заходите, посмотрите, авраамрусо.нет, вы действительно увидите уникальный веб-сайт, красиво сделан. Почему? Чтобы люди заходили, узнали, смотрите, никто сейчас не будет сидеть перед телевизором, ждать часами или днями, что какая-нибудь программа выйдет, про Авраама Руссо скажет пару слов и узнаем, что нет, я зашел по интернету, я узнал, что он делает. Кумира, мы являемся иконой для многих людей. Пусть будет 10% населения слушает и следит за тобой. Уже говорим о десяток миллионов, правильно? Если в общем и телом. Поэтому мы должны поделить нашу жизнь с нашими поклонниками, используя интернет, массовые вот это, вы знаете, ну, медиа, то есть пресса и так далее, и так далее. Поэтому умный артист, он понимает, как надо дружить с прессой, это тоже важно. Не их бить и выгонять, уходить. Понимаете? Спасибо. Продолжение следует... точно такой же и в таком же количестве сделали для других и молился, молился только Господь. Каждый или есть тридцать. Я принес свою помощь, я был в Египте, в шахте. Я был в Египте, в шахте. А-а-а, вы увидели, да? Ну, ей большой привет. нет. Это будет фуа. Почему это? Ну, как это? Все, кто не будет заниматься? Спасибо. И понятно, что люди, которые согласились принять участие в этом уже неблаготворительном, что они действительно готовы помочь и готовы что-то приобрести. И мы выбирали, чтобы это что-то было действительно ценное. Вот если уж ювелирная компания, то самая лучшая. Все лоты предоставлены компаниями и фирмами безвозмездно. То есть если уж платишь деньги, то хотя бы получи достойную... Да, да, вот именно так мне хотелось, чтобы просто, не просто люди пришли, потратили деньги, чтобы получили удовольствие, чтобы послушали классическую музыку, посмотрели выступления Хиблы Гирзмавы, Анастасия Волочкова, кстати, Авраам Руссо тоже сказал, что выступит пор турецкого должности. То есть, ну вот как-то так, просто для ужин, для своих. А лично вы приглашали всех, кто придет? Тратить деньги было не так, не так, ну не знаю, что ли, не так печально. Но все понимали, мы разослали релизы. Для чего это? Потому что все средства, подготовленные все договора, все средства идут на восстановление этого детского приюта, сгоревшего в деревне Вывалино. И здесь, конечно, и такой внутренний позыв, да, для какого-то доброго дела, ну и, конечно же, сила моих знакомств и моей личности. Конечно, не без этого. Вот сейчас, разговаривая с гостями, ну с публичными, с медийными персонами, все говорят, мы пришли, потому что нас пригласила Оксана. Я отношусь к Оксане очень хорошо, я ее уважаю, поэтому я сегодня здесь. То есть, можно сказать, что на имени строится очень многое, и благодаря этому благотворительные акционы могут состояться? Я думаю, что, конечно, в какой-то степени это так, потому что, но я бы хотела здесь внести особую правку, не просто на имени, а на имени, которым доверяют. Потому что вот мы сейчас буквально со своим помощником разговаривали о том, что вот как-то ни средства массовой информации, ни радио, ни телевидение, ни журналы, газеты как-то не культивируют вот образ, что ли, национального положительного героя. Такого нет сейчас. Вот раньше это были люди, за которыми шли, и они действительно объединяли людей и делали что-то хорошее. Вот сейчас как-то это все размыто, и вот насколько это возможно, я стараюсь это делать. Поэтому здесь очень важно, чтобы была правильная мотивация, ведь надстройки любые, любые надстройки, жизнь она удаляет. Вот то, что искусственно, оно все равно этому рано или поздно придет конец. Самое главное, чтобы это было искренне. И вот когда это искренне, этому верят. И вот мне хочется именно настроить свою политику, свои действия, свою жизнь на этих принципах. Наверное, вот... Получается. Вот люди, потому что то, что надумано, я сразу это отметаю. Я, ну, вот такой я человек. Верят, верят, значит, получается. Да. Я надеюсь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогая. Ну что? Спасибо. Продолжение следует... 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 Одно маленькое доброе дело Сгоревшему детскому приюту Деревня Быварина И я думаю, что Общенное усиление Мы это сделаем Знаете, вот Символ, если вы видите Сейчас смотрите на экран Символ моего фонда Спешите сделать добро Я бы сказала нашего фонда Теперь уже бабочка Хрупкая маленькая бабочка Но, как говорят Один взмах крыла бабочки на Эквадре Рождает бурю на севере Поэтому мы не знаем, как отзовутся Наши даже самые маленькие Добрые дела Мы не можем изменить весь мир Вокруг нас Но уж точно маленькое пространство Мы можем изменить то, что от нас зависит И я сегодня призываю Всех сделать это То есть делать доброе дело Я рада видеть вас всех Приятного настроения Хорошего Хороших впечатлений Хорошего ужина И могу сказать, что я вас всех люблю Спасибо, что пришли Аплодисменты Продолжение следует... Продолжение следует...